Умирает ее отец Сион Гаврилов. Это был год сифа в Самарханде. В этом же году, 1 мая, умер дед Михаил Фольчий. Тоже оставил 5 сыновей. А этот человек оставил 9 детей. 5 сыновей и 4 дочерей. За ним умирает его жена. Споро Илатова. Вот представьте себе, на минуточку, в эти тяжелые годы, 25-26 годы, 9 детей остались сиротами. Без родителей. 4 дочерей. Тогда уже Рахмат Курнаев, сейчас его годы. Это сегодня тоже поминки этого человека. Рахмат Курнаев, он взял к себе всех девочек. Был женат на первый или хоть и день. И взял дом свой всех девочек. А сыновья уже пошли работать, пошли своим путем. Что можно сказать? Где-то в 30-е годы она соединила свою судьбу с моим тестем Муромаркель Левиевым. Очень знаменательным человеком из рода Левиевых. Посмотрите на историю их жизни. Мало что она в девичьи годы не видела этих ни подруг, ни ничего, ни детские годы. Тяжелые годы, 28-27 годы, годы басмачевых, годы холода. Потом наступили 30-е годы, годы 32-33, годы абсолютного холода. Я помню, моя бабушка Буллор Даниэлова говорила, что по домам ходили арбы, узбекские арбы, и собирали детей, чтобы они не умерли с голоду. Но наши бухарские женщины редко сдавали детей. Они говорили, пусть умрет около нас, не дай бог, умрет в этом, в семье. Вот такие тяжелые годы. Дальше годы из Жовщины. Дальше началась война. И вот они, когда мой тест, Муромаркель Левиев, в 42-м году ушел в составе таджикской дивизии на фронт, эта женщина осталась с шестью детьми. Она сама дала жизнь вместе с Муромаркель Левиевым девятерым детям. И к ним в десятом они взяли сына, Рахматку на дядю Мишуэль Левиева, который в семь лет тоже остался без родителей, остался сиротой круглым. Вошел в эту семью и, мы знаем, ушел недавно из жизни, оставив за собой большой наследие.